Девушки отдыхают 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 А долго нужно вымешивать дрожжевое тесто? Доки воно перестанет липнуть до рук. Еще додамо трешки муки, чтобы оно не было таким кликим. А тут у нас вода, потому что нам эти бублики нужно сварить. Ты взял большую кастрюлю, то есть это важно, чтобы воды было много, да? Нет, главное, чтобы там был простор. Вода должна закипеть, и стоит ли ее солить? Спочатку мы воду кипятиму. Вона має бути гарячою, але не дуже сильно кипіти. Мы ж хочемо, чтобы они только подварились. А теперь, как и любому тесто, нашему тоже нужно постоять. Давайте наклеим и ставим. Воно має підрости вдвече, и это при комнатной температуре. Температура на нашей кухне годится для этого бездогано. И волшебство. Кулинарная магия. Не бойтесь надавить на него. Опять смяли его немножко. Если вы жемнете немного, нехай это вас не лякает. В принципе, дрожжевое тесто такое же, как мы обычно делаем в домашних условиях. Посмотрим, что нужно сделать, чтобы бейгели получились, как у Эктора. И еще, не бойтесь використовувати муку с этим тесто. Сколько бы вы ее не додали, на ваши бейгели это не вплинеет. Запоминайте лише одно. Тесто не має липнути до столу. Ось, з нашего тіста вийде 12 бейгелів. Вы можете делать их раз на неделю. Просто уже готовые бейгели зберегайте в холодильнику. А когда вам захочется их снова, дистаньте из холодильника и обсмажьте в тостер, або разгрейте в духовой печи. А ты имеешь в виду заготовку или уже готовые бейгели? Я маю на увазі уже готовый продукт. Отож, бейгели можно делать двумя способами. Первый способ – это делать вот такую кульку. И, видите, по центру делаем отвертый. Вот такой он у нас. А другой способ – это немного разгрейте, и объедините как кулак. Вот так. И получается такой же. Выбирайте, какой вам больше нравится. Но не забывайте, разница между бейгелами и бубликами есть, потому что бублики совсем маленькие, и они очень вкусные. Наши бейгели уже готовы, и остается их еще подварить в кастрюле. Но сначала на деку покладем пергаментный папер. Если у меня нет пергаментной бумаги, ну мало ли. А если вы не имеете пергаментного паперу, просто сместите деку олією, и даже можете присыпать немного мукою. И все. Ох, что сейчас будет. Бублики плавают в воде. Вернее, бейгели плавают в воде. И если у вас кастрюля меньше, то рекомендую за один раз кидать не больше, чем 2-3 бейгели. И варить их по 30 секунд с каждого боку. Берите шумилку, еще помешайте и переверните. И еще. Дуже мощно, разъединяйте их подчас лепления, тогда они не разъединяются в воде. Теперь выкладываем их на деку, а в воду занурюемо другие. Клади твои. Ой, слушайте, это как кораблики пускать. Здорово. Так. Это как рятовные круги. А пока они мокрые, вы можете посыпать их, чем замениться. Это могут быть кристалики соли, конжут або мак. Как всегда у Вектора можно фантазировать. Саме так. А наши бейгели уже готовы, чтобы отправиться в духовую печь. Мы разогрели заранее? Конечно. Духова печь уже разогрета. В середині 220 градусов. И мы покладемо наши бейгели десь на 15 хвилин. Знаете, как проверить их готовность? Они стают золотистыми. А если вам хочется очень золотистые бейгели, разместите их яйцем, желтком, например. Однако, первое, вода допоможе бейгелам позолотиться. Через 15 минут они станут солнечными и золотистыми. Бейгели отправляются в духовку. И вот 15 минут пролетели. Достаем? И памятайте, сегодня мы смакуем как королева Елизавета в себе дома. Это легко и просто, если с нами Эктор и с утра почувствуем себя королевой. Я готова. Красота! Какие же они румяные, красивые. Мы приготовили бейгелы и сейчас самое время вспомнить, что именно для этого нам понадобилось и в какой последовательности. Итак, для приготовления бейбелов нам необходимо 4-5 стаканов муки, 1 столовая ложка коричневого или обычного сахара, столовая ложка сухих дрожжей, 1 столовая ложка растительного масла и 1 стакан теплой воды. Духовку разогреть до 200-220 градусов, смешать дрожжи с теплой водой и сахаром, размешать, оставить минут на 5, после этого добавить стакан муки в дрожжевую смесь, соль и масло. Смешиваем вместе постепенно, когда начинает густеть, смешиваем руками. Воду вскипятим, когда тесто хорошо замешано, разделим на 12 ровных кусочков. Дальше раскатываем куски и придаем им форму бубликов, бейгелов. Оставляем минут на 15 на смазанном жиром листе для запекания. Затем варим по 4 штуки 30 секунд с каждой стороны. Пока они мокрые, посыпаем бейгел солью и семенами кунжута. Выкладываем на лист для запекания и в печь около 15 минут, пока они не подрумянятся. Бейгели готовы! Милі дамы, а зараз будем готувати начинку. Взагалі, їште бейгели з чим вам захочеться. Навіть, якщо просто розрізати, обсмажити і їсти з маслом. Сьогодні ж ми зготуємо два види начинок. Знаєш, бейгели є найпопулярнішим сніданком у Європі та Америці. И вкусно? Ага! Їх начиняють усім. Сиром, рибою, кладуть будь-які овочі та зелень. Це справді швидкий та поживний сніданок. І аж ніяк незвичайний гамбургер. На сьогодні у нас завтрак, як у англійській королеви Єлизавети, і ми продовжаємо. Ось тут наше сало. Ще обсмажуємо збиті яйця і додаємо трохи солі, перцю та оливкової олії. Отож, ми зробимо два бейгели з різними начинками. Розрізаєте. Розрізати пополам. Так. І дуже обережно, щоб не порізатися. Ось брили. Щоб зробити сніданок, все готуємо дуже швидко. А слюнки то вже тікут. Ну що ж, у нас є два варіанти. Після того, як ви розрізали бейгели навпіл, можете підсмажити їх у тостері. Якщо тостера немає, покладіть в духову піч. А якщо немає ні тостера, ні печі, просто викладіть на тарілку. А тепер пограємося з начинками. У нас є листя салату. Бачиш, ми беремо енергію не тільки з таких продуктів, як яйця чи село, але й з рослинних теж. Ось сюди ще покудемо помідорів і цибулі додамо. Лучок! Ектор, ти смілий, може накормити луком з утра і потім відправляти на роботу? Я без цибулі і чесника жити не можу. Кохана людина, що буде зі мною, теж має полюбити і цибулю, і чесник. Насправді, можна ли щось зробити, щоб після завтрака все-таки не пахнути луком? Звичайно. Кладіть, що вам захочеться. Можете додати лише помідори або тільки бигели зі смаженим яйцем чи яйцем пашот жодних обмежень. Отлично. І ще німножко салатика. І мені кажеться, Ектор, що мусіна, який з'їзд такий завтрак, просто буде дуже бодрим і полон сил. Це достатньо, щоб наїжджати. Без сумніво. І все. Готово? Погляньте сюди. Та це справжній бенкет. Це просто якийсь праздник з самого втрата, да? І це ще не все. Ви, українці, навчили мене стільком цікавим речам, наприклад, їсти рибу вранці. Ні? Я такого раніше ніколи не бачив. Тому в цей бейгеле на сніданок покладу кільця цибулі і рибу. Ти тільки поглянь. Як красиво. Ну хто в цьому світі не закохається, коли отримає такий сніданок. Це просто прямий путь до сердця мужчина. Красиво. Уже завтрак на двоих готов? Так. І вперед! І смачного! Віктор пришел ко мне в гости и рассказал как настоящего мужчину накормить настоящим завтраком вкусным і питательним а к тому же с учетом того що королева Елизавета любить так завтракати ми девчонки теж почувствуєм себя королевами. Дякую!